Спасибо, учитель. Скажите, пожалуйста, как пользоваться колокольчиком. Приобрёл у вас, но как правильно использовать и стоит ли вообще? Когда вы читаете мантру, то в случае, если вы почитали мантру, она принадлежит всему миру. И в случае, если вы читаете ом, а не под махом, а не под махом, а не под махом, то она воздействует на весь мир. А если вы позвонили в колокольчик, то эта мантра начинает действовать и принадлежать только вам. В этом особенность. Смотрите, что обозначает ваджра на колокольчике. Ваджра на колокольчике... О, нашел крышечку, ура, думал потерял. Спасибо за колокольчик. Ваджра на колокольчике обозначает сознание и энергия. Когда человек вот таким колокольчиком звонит, то фактически он создает звон энергии сознания. И энергия сознания, которая вступает в реакцию с мантрой, входит в человека, освещая его внутренний мир, обогащая его. А когда вы без колокольчика, то вы просто начитали мантру. Эта мантра может выйти из вашего тела, повисеть в пространстве и в астральном мире сгореть. Вот приблизительно так это работает. Я считаю, что после чтения мантры хорошо позвонить в колокольчик. А вообще колокольчик и звон в колокольчик – это привлечение высших сил или обратить на себя внимание. Хорошо, чтобы колокольчик был... Хорошо использовать беленькие колокольчики. Они больше связаны с нашим миром, нашего сознания, с высшими силами, чтобы наши мечты исполнялись. А желтый такой, желтенький еще бывает, он связан со здоровьем человека. Чтобы здоровье было хорошее, чтобы выздоравливать, чтобы надежды появлялись. Вот так. Продолжение следует...